Наши коллеги, журналисты и полиграфисты, режиссеры, операторы, издатели и распространители прессы отметили свой профессиональный праздник. По традиции были поздравления и награды, но до этого редакторы средств массовой информации вместе с главой республики за круглым столом обсудили актуальные вопросы. Проблем в современном обществе много и решать их можно только сообща. В частности, чтобы обеспечить право граждан на объективную и своевременную информацию о событиях и процессах, происходящих в обществе, власти должны консолидироваться с журналистами. Точность соприкосновения одна, это проблема. Точность соприкосновения одна, это достижение. Но какой подход и какая роль у каждого из нас, вот здесь мы должны определить. Отсутствие информации порождает домыслы и слухи, поэтому журналисты просят чиновников быть максимально открытыми. Иногда от них достаточно комментария по телефону, и кто-то охотно идет на контакт, а кому-то приходится писать письма, на рассмотрение которых уходит в драгоценное время. Не читая чиновники нашей газеты, они соответственно не реагируют. Пресса является связующим звеном между властью и народом. Через статьи и выпуски новостей народ узнает о правительственных решениях. Газетные страницы, радиотелестудии и интернет-форумы могут стать эффективной переговорной площадкой. К помощи СМИ прибегают, когда уже прошли по всем инстанциям и не получили ответа. И порой нашим коллегам действительно удается повлиять на ситуацию. Летом мы провели на Национальном радио такую большую акцию. Выезжали в районы и интересовались закупочной ценой молока. Мы выезжали и с Михаилом Васильевичем Игнациевым, и выезжали с министром, и сами автономно уже выезжали по разным точкам. Я абсолютно верю, что помогло это решить, увеличить, по крайней мере, не на много, может быть, но точно увеличить, помочь крестьянам, производителям молока, чтобы их продукт, он пользовался, тянился выше, чем было раньше. Сегодня, когда поток информации превышает все мыслимые объемы и сметает все моральные и этические фильтры, настоящему журналисту недостаточно грамотно писать и в совершенстве владеть словом. Главное – просчитывать наперед, как это слово отзовется. Иными словами, честность и порядочность по-прежнему остаются важнейшими профессиональными качествами тружеников пера. Именно для таких коллег редакторы СМИ предложили учредить звание «Почетный журналист». Надежда Яковлева, Александр Петров, «Республика». Нас много, все мы разные, но цель у нас одна – помочь людям сориентироваться в круговороте событий. Вечер в честь профессионального праздника получился по-семейному теплым. Большая часть журналистов Чувашии давно работают в медиапространстве, хорошо знакомы друг с другом, плодотворно сотрудничают. Работники пера блистали своими талантами, говорили добрые слова и принимали награды. «Республика» по заслугам оценила профессионализм начальника отдела национального телевидения Елены Гальпериной, автора лучших презентационных фильмов о Чувашии, присвоив ей звание заслуженного работника культуры. По сути, это награда всему коллективу. Вот за этой наградой стоят как минимум журналисты, редакторы, операторы, режиссеры, водители. Это звук режиссера. Это, в общем, тот минимум, который необходим для изготовления одного новостейного сюжета. Я уж не говорю про передачи. Так что, слава Богу, мне есть с кем разделить эту радость. Республиканская журналистская премия имени Семена Эльгера присуждена нашей коллеге, старшему редактору национального радио Розе Деменцовой за серию передач «Чувашия. Годы и люди». Поощрили и составители энциклопедии чувашской журналистики и печати. Это самый масштабный в истории Союза журналистов «Чуваший» проект. Самый значимый, даже можно сказать. Я счастлива, что имею к этому немножко отношения. В холле театра в этот день работала выставка, где демонстрировались достижения в области печати, связи, информационных технологий. Здесь же был представлен портал ЖКХ «Чувашия», который занял в прошлом году первое место во всероссийском конкурсе по повышению по коммуникативной грамотности населения. Представители сотовой компании рассказали о расширении зоны покрытия оптоволоконной связью и продвижении нашего телеканала в города и районы республики. Вот два года назад мы при помощи наших партнеров подали сигнал в города Кугеси, Цивильск, Козловка, Тюрлема. И этот проект мы продолжили в следующем году, в прошлом году, и подали сигнал в города Вьядрен, Шумерлю, в Канаш, в АлатРи, а также в поселки Вурнары и Ибреси. Это очень важно, чтобы жители Чувашии могли не только разговаривать на национальном чувашском языке, но и смотреть программы национального телевидения. Потенциальными зрителями национального телевидения сегодня можно считать почти 900 тысяч человек. Мы заказываем исследования, где нас смотрят, какие программы смотрят, сколько смотрят, какие срезы возрастной категории, социальной категории. Это мы сейчас заказываем, делаем. Продолжайте. Марина Рябцева, Регина Кубайкина, Расиль Мухаммедов, Республика.